привет ребятки и погнали разбирать прошедшее время теорию возможно вы удивлены что мы начинаем изучение простого прошедшего времени с вопросительных конструкций секрет в том что вы уже практически все знаете вы уже знаете что вопросы отрицания образуются с помощью вспомогательных глаголов и основы глагола то есть еще все что вам нужно узнать нового это вспомогательный глагол просто прошедшего времени это глагол did для всех лиц и чисел what did you do yesterday i didn't do anything why didn't you do anything i didn't want to do anything все вот и все образование утвердительных форм простого прошедшего времени мы рассмотрим в соседних навыках нюансы неси выполняется сразу несколько функций в английском и может переводиться по-разному на русский в зависимости от контекста утверждение что угодно и can do anything отвечание ничего ай-кан-ту-энисин вопросы что нибудь can you do anything zed еще одно многозначное английское слово а вернее в английском несколько аммонимов zed то есть слов которые пишутся одинаково но означает разные вещи мы уже с вами проходили союз zed что i know that she is your daughter мы также проходили указательное местоимение прилагательное zed tot tot do you like this cat or zed cat а здесь мы познакомимся с местоимением существительным zed это изредка то i didn't know zed zed is my cat there вы спросите зачем нам еще одно местоимение слово это ведь у нас уже есть it is you вполне можете использовать it вместо zed в большинстве случаев но вы не можете использовать zed zed указывает на отдаленность объектов пространстве или времени также часто используются с абстракцией нельзя использовать zed с прошедшим и будущим временем нужно использовать zed to say сказать произнести что-нибудь после этого глагола всегда указывается что именно было или не было сказано i didn't say so я не говорил такого did she say anything не путайте эту сей с ранее изученным to tell сказать рассказать кому-то с tell вы можете не указывать что было сказано но вы всегда должны указать кому с say вы можете не указывать кому было сказано должны всегда указать что если вы хотите указать кому с say то нужно использовать предлог ту но помните что англоязычные предпочитают таких случаях глагол to tell to tell me tell me your name say your name say your name to me порядок слов напоминаем в английском довольно жесткий порядок слов перечитывайте все примеры данные выше и сравните с русским переводом порядок слов как в русском в английском недопустим даже если нам такой порядок карта естественнее как говорится со своим уставом чужой монастырь не ходят словарик yesterday он time open если с глаголом to open нет прямого дополнения то он чаще всего переводится как возвратный глагол открыться ну погнали то кто тут меня перегоняет смогут давать нам до 1000 опыта погнали i don't know how to say goodbye я не знаю как сказать goodbye как попрощаться да that is our restaurant то наш ресторан no no i am not here because of that no no i am not here because of that they did not dance yesterday они не танцевали вчера да они не танцевали вчера we didn't do anything yesterday мы не чего не делали вчера his mother did not tell me that mother did not tell me that she didn't arrive she didn't arrive she didn't arrive она не прибыла да мой поезд не прибыл вовремя he did not play yesterday он не играл вчера мы не прибыли туда she didn't know what to say she didn't know what to say she didn't know what to say я не знаю как попрощаться я не знаю как попрощаться я не знаю как попрощаться he didn't say that he didn't say that мы не делали ничего завтра вчера то есть мы не делали ничего вчера my train didn't arrive on time my train didn't arrive on time my train didn't arrive on time она не прибыла они говорят нет they say no мы не делали ничего вчера we didn't do anything yesterday did you love her did he read your book did he read your book он читал твою книгу did you love her did you love her didn't he sleep разве он не спал didn't we do it for her didn't we do it for her разве мы не делали это для нее may i open it no you may not могу я открыть это нет ты не можешь открыть его нет didn't we do it for her did did we we do it her for her did you do anything interesting yesterday ты делал что-нибудь интересное вчера разве мы не делали это для нее что-нибудь did you see anything did they write a book did they write a book он читал твою книгу did she not dance did she not dance разве она не видела того мужчину didn't they open the shop didn't they open the shop он читал твою книгу did he read your book разве он не спал did and he sleep так past 2 но это в следующем видео не это я не 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 Продолжение следует...